Певец Видновского края, так его называют, Евгений Зубов, хорошо известен большинству жителей Ленинского округа. Его всегда любили за удивительную способность связать в одно неразрывное целое красоту природы, тонкость человеческой души и скоротечность жизни. Поэт на земле беззащитен от подлости и зависти и зла. И, видно, совсем не случайно давлеет над гением рога, чтоб самую главную тайну убил поэт и смог. В день памяти Евгения Зубова на Месаиловском кладбище собрались его родственники, друзья и почитатели таланта. Они декламировали стихи и вспоминали бытовые истории из жизни поэта. Евгений остался в памяти как человек веселый, всегда имеющий в рукаве пару интересных историй. Поэт очень любил свою семью, поэтому много стихотворений он посвятил именно ей. Очень нравится стихотворение «Колотушка». Оно посвящено было его отцу. Он был сторожем в деревне, работал сторожем. И вот когда он ходил по деревне и звучала какая-то колотушка, все знали, что в деревне все спокойно, все хорошо. Имя поэта сегодня известно далеко за пределами округа. Его творчество подтолкнуло многих юных писателей к созданию собственных работ. В этом году Московской областной организацией Союза писателей России, администрацией округа и Центральной библиотекой был анонсирован конкурс «Великий фокусник природа», названный по первой строчке известного стихотворения видновского поэта. Конкурс предполагает и участие тех, кто пишет стихи о природе, но и участие тех, кто фотографирует природу, создает прекрасные фотопейзажи. И вот идея такая, что конкурс будет состоять из вот этой номинации поэзии и номинации фотопейзажи. Прием заявок на конкурс «Великий фокусник природы» продлится до 15 сентября. Работы победителей будут напечатаны в одноименном альманахе, презентация которого состоится в декабре нынешнего года. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.